МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты! Садитесь, пожалуйста. Сегодня вы пообщаетесь с нашим преподавателем Анны Сергеевны Исаенковой из Института международных отношений. Она проведет с вами занятия. Кто такие самураи? Анна Сергеевна, поднимитесь, пожалуйста. Поприветствуем ее. Здравствуйте, дорогие студенты! Здравствуйте! Минна-сан, о-ха-йо-го-за-имас. Минна-но-као-мите, то-темо уреши-дес. Здравствуйте. Я сейчас поздоровалась с вами на японском и сказала, что я очень рада всех вас сегодня видеть. И надеюсь, сегодняшняя лекция будет для вас очень полезной и интересной, и вы узнаете что-то новое. Сегодня мы поговорим о Японии, о самураях. Вообще, кто такие самураи и кто вообще такие японцы? Немножечко поймем, постараемся понять их. Итак, ребят, давайте сначала посмотрим, а где вообще находится Япония. Посмотрите на карту, может быть, кто-то сможет ответить. Справа или слева, говорите? Справа. 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 Я с Китайским морем. С Китайским морем. Есть там Японское море, да? Сейчас, секундочку. Вот, посмотрите, вот она Япония. Вот тут у нас Охотское море, Японское море, да? Тут у нас уже океан. И посмотрите, да? Япония протянулась с юга на север. Вот она такая. Совсем маленькая, да? Посмотрите на нашу страну, посмотрите на Россию и на маленькую-маленькую Японию. Следующий слайд, пожалуйста. Япония чем-то даже похожа на дракона, посмотрите, да? Как будто голова, туловище и хвост. Не зря в китайской мифологии, в японской мифологии драконы играют очень важную роль. Это мудрецы, это хранители. Следующий слайд, пожалуйста. А что вы вообще знаете о Японии? То есть, когда вы слышите Японию, что у вас сразу приходит? Так, пожалуйста, красненько. Разгром японского флора. Потом американского и японского сражения не грязь в Стоке. Так, хорошо, пожалуйста. Слышь, 1944 года. Так что, повторите. Суши. Суши, так. Суши, конечно, конечно. Мы даже знаем, потому что в Казани очень много кафе и ресторанов. Суши. Мне представляется сразу символ. Дракон. Сам. Конечно. Дракон. Суши, самурай. Ряду, самурай, драконы. Мне представляется продвинутая эволюция, то, что у них очень много машин, но и они все очень экологичные. Да, конечно, техники, роботы, все работает. Да, машины японские. Конечно. Мне представляется Япония днем спокойная, цветет сакура, а ночью там какие-то развлечения. Япония как будто оживает. Мне представляется погибель многих людей после атомных бомб, сброшенных американцами на два города Японии. Да, вызывает почувствие, что произошло в Японии. Мне представляется, что Япония продвинутый город, где поезд Денисия летает. Так, пожалуйста, вот оранжевый. Мне представляются сами японцы. Замечательно. Да, пожалуйста. Японская семья самая плодородная в мире. Интересное наблюдение. Так, пожалуйста, смелее. Мне представляется карате. Карате, конечно, боевое искусство. Карате, айкидо, киндо. Так, еще. Мне представляется цунами, оброшенное на Японию. Конечно. Падение Хиросимы. Мне представляются ролины. Падение Хиросимы. Мне представляется аниме и их шоковые национальные костюмы. Да, прекрасный кинок. Мне представляются их красивые здания. Мне представляется что-то, ну, разные автомобили, и которых даже у нас нет. Хорошо. Мне представляется самая добрая страна. Самая добрая страна. Очень интересно. Давайте еще парни. Мне представляются разные наряды. Мне представляется дзудо. Мне представляются японские храмы. Хорошо. Отлично. Достаточно, наверное. Да, отлично. Спасибо большое. Вы, я вижу, что вы уже имеете какое-то представление о Японии, об этой стране, да, посмотрите. Прекрасные костюмы, да, невероятные, у нас таких, конечно, нет, у нас свои национальные костюмы. Аниме, которое известно по всему миру. Японская кухня, настоящий культ еды. Сакура, да, прекрасное цветение сакуры. У нас сейчас как раз весна, об этом мы сегодня поговорим. Разные боевые искусства, да, кто-то сказал киндо, айкидо, дзюдо, современная техника, роботы. И, конечно, самурай. Ну, по-моему, все слышали, да, самурай. Мы даже видим, что суши-бары названы самурай и так далее. Итак, а каких еще воинов вы знаете? Ну, можете, прям с места. Именно японских воинов. Прям пакет. И, хотимец, конный самурай и самурай-ложки. Вот, обычный. С мушкетом, самурай с арбалетом, там обои с мушкетом и воин с арбалетом, обычно воины-ложки. Отлично, знаете. В воин с кем-нибудь дорожным и воин на стене. Молодец. Это все разные воины, это как раз самурай. Есть еще ниндзя. Вот, отлично сказала. Может быть, еще кого-то знаете? Давайте. Говори, говори. Пеший воин. Пеший воин, да, конечно. Каратисты. Каратисты, да. Спасибо большое. Следующий слайд, да, вот этот слайд как раз. Посмотрите, да, есть самурай, ниндзя и камикадзе. Да, наверняка услышали, да, такие камикадзе. Камикадзе, это летчики, летающие специальные самолеты, преднанные во Вторую мировую войну для уничтожения неравных флотилий, американцев, стоящие рядом с японскими островами и городами. Так, отлично, здорово. Здорово, как вы все хорошо знаете. Вот сегодня мы как раз поговорим про самураев. Почему мы выбрали именно эту тему сегодня? Как мне кажется, поняв самураев, кто такие самураи, что это за люди были, мы сможем понять самих японцев. Следующий слайд. Итак, самураи, во-первых, это было военное сословие. Вы должны понимать, что это были воины. При этом они были как очень высокими, да, почтенными феодалами, так могли быть дворянами низкого ранга. Но, тем не менее, они были очень почитаемы. Они существовали с VIII века по XVII век. Но формально, формально, самураи прекратили свое существование после Второй мировой войны. То есть во время войны считалось, что тех воинов, которые воспитывает армия, это тоже самураи. Следующий слайд, пожалуйста. Основная функция самураев, как вы понимаете, была война, да, то есть воевать. Но в Японии война была не постоянно. Мы очень рады этому. Самураи были очень образованы. Они занимались каллиграфией, да, то есть оттачивали свое письмо, рисовали разные иероглифы. И также они сочиняли стихи. Следующий слайд. Японская поэзия вообще уникальна. Японская поэзия в основном направлена на воспевание красоты природы. Посмотрите, например, хайку, да, это такие хайку или хоку. Это традиционные стихи, которые состоят всего в три строчки. Вы наверняка учите стихотворения в школе, да, и обычно это стихотворение очень длинное. Японские стихотворения очень короткие, очень немногословные, как и сами японцы. То есть японцы стараются передать саму суть. Посмотрите, например, там. Ветер со склонов. Фуджи в город забрать бы, как бесценный дар. Посмотрите. Знаете, что это за гора такая Фуджи? Фуджи, слышали, наверное, да? Это символ Японии. Это вулкан. Очень красивая гора. Следующий слайд, пожалуйста. Но почему японцы вообще успевают природу? Я думаю, любая страна, конечно, гордится своей природой. На этот вопрос есть два ответа. Во-первых, нужно посмотреть на религию Японии. Это буддизм и синтоизм. Но если, возможно, о буддизме вы еще что-то слышали, да, буддизм это... Какие еще страны? В Идии. Кто скажет? Индия. Да, молодцы. В Игитании в шестом и в восьмом веке. Индия. Еще? Вьетнам. Тибет. Вьетнам. Вьетнам. Китай, конечно, молодцы. Но на самом деле буддизм так же пришел и в Японию. Пришел он в Японию в пятом веке нашей эры. И очень мирно сосуществует с японской религией синтоизмом. Синтоизм — это вера в то, что в каждом предмете есть дух. То есть сделали глиняную чашечку, и в ней есть свой дух. В каждом дереве, в каждом камушке, в каждой реке, на каждом острове есть свои духи. Как добрые, так и злые. Они или помогают, или наоборот делают пудо. Следующий слайд. Второй ответ на вопрос, почему японцы так воспевают природу, и почему самураи в своих стихах воспевали природу. Посмотрите, Япония расположена на стыке двух тектонических плит. Я вот сегодня от вас услышала про цунами. Япония — это очень маленькая страна, в которой 75% — это горы. Это горы и вулканы. Поэтому в Японии каждый год происходят землетрясения. Вот у нас землетрясений нет. Но если есть, они у нас совсем неощущаемы, да, они где-то у нас на юге страны. А у них проходят землетрясения каждый год. Какие-то маленькие землетрясения, какие-то побольше. И землетрясения также вызывают цунами. Цунами — это большая волна, которая поднимается и может затопить целый город. Представляете? А также есть вулканы, извержения вулканов. И это все было на протяжении всей истории Японии. Поэтому японцы не просто боятся природу, они ее уважают, они понимают, что нужно уважать и почитать природу, чтобы природа была добра к ним. Следующий слайд. Вот, посмотрите, например, да, это осень в Японии. Следующий слайд. А это как раз весна. Следующий. Самураи жили по определенному кодексу. Кодекс этот назывался бушидо. Буши — это воин. До — это путь. Вы наверняка слышали, да? Айки — до. Кен — до. Джу — до. Вот это до — это путь. Путь война. Путь война заключался не только в том, чтобы овладеть какими-то каратэ, айкидо и ликидо и другими боевыми искусствами. Быть воином означает уважать другого человека прежде всего. Уважать своего противника, уважать врага, думать о себе. То есть даже когда нет войны, ты должен совершенствоваться, ты должен развиваться. И, в общем-то, этот кодекс, да, хотя он существовал давным-давно, до сих пор проходит в жизни японцев. До сих пор японцы придерживаются этого кодекса. Хотя они не самураи, они обычные люди. Следующий слайд. Итак, поговорим. Так как мы сказали с вами, да, что природа для японцев очень важна, они ее боятся, они ее уважают. Поэтому в разные сезоны, в разные времена года японцы, а раньше и самураи, занимались разными вещами. Так, следующий файл. Следующий слайд. Весна. Начнем с весны. Почему мы начинаем с весны? Знаете ли вы, что в Японии учебный год начинается начинается не с сентября, как у нас, а с апреля? Он у них только начался. То есть сейчас как раз ребята такие, как вы, и постарше, и помладше, пошли в школу. У них только учебный год начался. Как раз, посмотрите, сейчас в Токио, по крайней мере, зацвела сакура. Да? Знаете, что такое сакура? А что это за растение? Может быть, кто-то знает, к какому виду относится? Сакура — это дерево, которое... Сакура — это дерево, которое цветет раз в год. Да, это дерево, которое цветет раз в год. И в день, когда цветет сакура, у всех выходные. Ну, почти, да? Сакура цветет очень долго, к сожалению, так отдыхать не получится, да? Сакура — это вишня. Вот, я как раз хотела это на самом деле услышать, услышать, что сакура — это вишня. На самом деле, ребята, сакура — это роза. Сакура относится к семейству роз. Вот так вот необычно. И на самом деле не все деревья сакуры дают плоды. В основном это просто цветущие деревья. Кстати говоря, сакура стала именно предметом любования только в период Эдо. Эдо — это 16-17 века, как раз когда процветали самураи. Следующий слайд. Итак, японцы до сих пор, да, и со времен Эдо, и сейчас, в наши дни, занимаются так называемым ханами. Ханами — хана — это цветок, ми — мимас — это смотреть. Это любование цветением сакуры. В эти дни, обычно это выходные дни, японцы собираются с друзьями, с коллегами, выходят в парки, в Японии очень много парков, и устраивают пикники. Да, посмотрите, как мы устраиваем на майские праздники пикники, так и японцы, и любуются сакурой. Очень интересно, что для японцев не само цветение сакуры прекрасно, а начало цветения, то есть когда только появляются бутоны, и когда сакура уже отцветает. Следующий слайд, пожалуйста. Летом. Ну, летом, посмотрите, летом в Японии очень жарко, надо сказать, потому что там очень сильная влажность, и поэтому основной праздник в основном проходит ночью — это ханаби. Смотрите, там у нас был ханами — любование цветами, теперь ханаби. Хана — это цветок, а би — это огонь, огненные цветы, то есть фейерверк. Да, посмотрите. Так же, как у нас, например, в Казани на день города ханаби устраивают, да, фейерверки, так и в Японии летом, чтобы отдохнуть ночью на свежем воздухе. Следующий. Летние каникулы в Японии для школьников длятся всего три недели летом. Можете это себе представить? Да, то есть если вы отдыхаете три месяца, то там только три недели. У них также есть неделя осенью, неделя зимой и неделя весной каникул. Но каникул у японских школьников очень короткий. Следующий. Дальше, после лета наступает осень и осенью. Посмотрите, деревья окрашиваются в красный, в оранжевый, прекрасные цвета, да, так же, как и у нас. И это называется момичи. Момичи — в переводе «красные листья». Японцы также любуются этими красными листьями, осенними листьями. Дальше. А также есть такой интересный праздник, называется цуки-ми. Цуки — это луна, ми — это смотреть. Получается любование луной. Посмотрите на эту интересную картинку. Здесь вы видите луну и кролика. Как вы думаете, почему кролик? Кто-нибудь знает? В связи с легендой про лунного заяца. А что это за легенда? Может быть, кто-то знает? Я знаю, что это легенда, что на Луне есть заяц, который варит эликсир бессмертия. Интересно, да. Я знаю про лунного заяца из одной книжки не Кира Баучева, а просто другой писатель по мотивам. Есть. Там лунный заяц, лунные заяцы жили на обратной стороне Луны и ели лунную траву. Здорово. Отлично. Я живу еще одну главную человеку. Где лунный заяц всегда у детей брал зубы и вместо зубов он давал деньги. Так, это немножко, по-моему, другая сказка. Это другая сказка. Посмотрите, это, по-моему, зубная фея. Посмотрите, дело в том, что просто японцы, когда смотрят на Луну, вот в этих кратерах японцы видят зайца. Зайца, который делает мочи. Мочи — это вот такие рисовые булочки. Вот как раз, может быть, что-то связанное с эликсиром бессмертия, да, кто-то вот сегодня рассказал. Это такие рисовые булочки, которые, в общем-то, очень полезны. Да? Поэтому японцы как раз осенью любуются Луной и думают о том, что этот заяц как раз делает для них рисовые булочки. Дальше. Также осень, к сожалению, в Японии связана с тайфунами. Слышали, наверное, да, что такое? Цунами я сегодня услышала, да? А теперь тайфун. Что это такое, кто-нибудь знает? Тайфун — это сильный ветер. Виды ураганов. Так, отлично. Да, тайфун — это тайфу, да, по-японски — это сильный ветер. Он так и переводится. Тай, сильный, фу — ветер, который обычно с ливнем, с дождем, и который, конечно, приводит к некоторым разрушениям, да, то есть японцы в эти дни из дома не выходят. Дальше. А дальше наступает зима. Вот смотрите, мы с вами видели карту Японии. И вот в самой северной части Японии, на острове Хоккайдо, который, кстати говоря, по климату очень напоминает Россию, там выпадает очень много снега зимой, поэтому там проводится Юки Мацури, снежный фестиваль в городе, в столице Хоккайдо, Саппоро. Это действительно уникальный фестиваль, где из снега, не изо льда, а именно из снега делают, посмотрите, такие скульптуры, делают даже целые дворцы, где-то три этажа. Далее. Также, ребята, в Японии, в японских домах, даже на Хоккайдо нет центрального отопления, да? То есть представьте, это исторически так сложилось, да, там не бывает морозов, там минус 20, минус 25, никогда там такого не бывает. И поэтому японцам очень тяжело согреться зимой, но у них есть спасение. Это такой котацию. Котацию, посмотрите, это столик с одеялом, и под столом находится нагревательный элемент. То есть можно туда ноги засунуть, да, сесть за столик, пить чай, и ноги будут в тепле. Это называется котацию. Так, поэтому здесь коты. Ну, коты, это здесь просто на фотографии, конечно, так японцы там обычно сидят. Далее. Ну, а теперь давайте поговорим немножечко о Японии, о городах Японии. Какие города Японии вы знаете? Так, пожалуйста, побыстрее. Токио. Токио, конечно, столица. Дальше. Киото. Киото, отлично. Вот, вперед. Давайте посмотрим. Токио. Токио, Киото. Центр города Пекин. Пекин — это Китай. Это Китай. Это Китай. Побыстрее, быстрее, быстрее соображать. Ну, наверное, да, тоже Токио. Тоже Токио. Все, отлично, ребят. На самом деле, вы знаете основное. Вы знаете столицу Японии, Токио, и культурную столицу, историческую столицу Киото. Следующий. Токио, столица, сделали как раз-таки самураи в период Эду. Да, мы с вами говорили, это 16-17 века. И раньше Токио назывался Эду. Посмотрите, да, это огромный мегаполис. Дальше. И Киото. Культурно-историческая столица Японии, где очень много храмов, дворцов, замков. Где как раз раньше находилась столица. То есть, до периода это, где также были самураи. Далее. Есть еще один очень замечательный город, небольшой город Нара. Где есть, посмотрите, очень интересный храм, целый храмовый комплекс, где спокойно гуляют олени, где можно походить, погладить их и покормить. Дальше. Итак, существует ли самураи в Японии сегодня? Так, что мы с вами поняли, да? Самураи — это военное сословие. Сейчас, к счастью, у нас войны нет. То есть, самураев больше вроде бы нет. Но, посмотрите, то, как мыслили самураи, их самоотверженность, самоотдача, кодекс самурая, да, бушидо, все это осталось в самих японцах. Японцы всегда думают о своем собеседнике. Они никогда не будут перебивать собеседника. Они всегда помогут. Они очень редко, очень редко отказывают каким-то просьбам. Они всегда стремятся помогать. Вот сегодня я услышала, что японцы — это самые добрые люди в мире. На самом деле, отчасти это правда, потому что они понимают, что если помогать другим, то добро к тебе все равно вернется. Ведь, посмотрите, да, это маленькая-маленькая страна. А население в Японии точно такое же, как у нас в России. Вы можете себе это представить? Карта, да, Россия огромная и маленькая Япония — абсолютно одинаковое население. Поэтому, когда вы живете так близко друг к другу, нужно помогать друг другу, нужно заботиться, иначе просто не выжить. Но на самом деле, современные самураи существуют. Следующий слайд, пожалуйста. Это бейсбольная команда Самураи Джипен. Да, они так и называются. Самураи Джипен и бейсбол очень популярен в Японии. Вот они, современные самураи. Что ж, ребята, спасибо вам за внимание. Хочу также показать вам небольшой трехминутный ролик, чтобы вы еще раз посмотрели на Японию, на то, какая она красивая, какая прекрасная там Сакура, Момиджи. И там даже будет небольшой момент. Обратите внимание, как делают такую зеленую штуку. Это как раз и есть мочи, которые делает лунный заяц. Итак, смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Итак, лекция окончена. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok